Ну что, давайте начинать, значит, шарю экран, что-то опять вернемся к нашей картинке в самом начале, да, чуть вспомнить, чем мы занимались, значит, все системы искусственного интеллекта, которые мы с вами будем рассматривать, они условно делятся там на пять частей, это логический подход, коннективисты, эволюционисты, вероятностный подход, подход на основе аналогии. Мы с вами до сих пор смотрели в общем, что происходит, какие задачи решаются, вот, и основное внимание до сих пор уделяли первому подходу, связанному с логикой, формально-логическим подходом, рассмотрели с вами некоторые из них варианты. Сегодня мы пытаемся закончить эту тему, да, чтобы осталось время еще остальные посмотреть. Значит, мы с вами остановились на системе Apache Druze, это система продакционных правил, такая исторически одна из первых систем искусственного интеллекта. Не конкретно Druze, а вообще в целом система с продакционными правилами, то есть с формально-логическим подходом. Суть таких систем сводилась к тому, что у вас есть наборы правил о том, как нужно действовать к какому-то устройству, там, программе, да. Есть набор фактов в окружающем мире и есть паттерн-мэтчер, то есть некоторый алгоритм поиска совпадений, правил с фактами, да, которые, соответственно, формируют, активируют правила из вашей базы и эти правила предоставляют набор действий, которые совершает система. Эти действия, в свою очередь, могут производить новые факты, либо как-то воздействовать на окружающую среду, чтобы она через сенсоры передавала, создавала новые факты. Таким образом, цикл замыкается, и вот эта система по кругу начинает крутиться, принимать решения, обрабатывать входящую информацию и выполнять ту задачу, которую на нее возлагается. Значит, мы с вами посмотрели движок на базе алгоритма РИТЭ, который позволяет вам входящие факты фильтровать для того, чтобы сократить объем вычислений, которые система делает. То есть самый простой путь, когда вы берете абсолютно все правила, пытаетесь абсолютно все факты подставить в абсолютно все правила, да, и таким образом получить список того, что нужно сделать. На практике правил обычно очень много, их там сотни фактов еще больше, их там десятки тысяч. И просто обычным перебором это практически слишком трудоемкая операция. Алгоритм РИТЭ позволяет за счет более интенсивного использования памяти реализовывать системы с большим огромным фактов, большим объемом фактов, большим объемом правил, за счет того, что факты, как правило, у вас во времени добавляются постепенно. То есть у вас большая часть фактов, она хранится в рабочей памяти и постепенно дополняется. То есть факты могут устареваться, удалевать, удаляться, да, факты могут оставаться в памяти. Вот, как правило, в каждый момент времени у вас приходит какое-то ограниченное количество фактов, но накладываясь на общий объем вашей базы знаний, ваших фактов, она позволяет вам принимать решения без перебора всех правил. В этом основной смысл алгоритма РИТЭ. Мы посмотрели, что алгоритм РИТЭ, который в свое время был прорывным решением, он, соответственно, дал целое, как источник, служит для огромного количества продуктов, которые там на рынке существуют. Практически у каждой крупной корпорации есть свое какое-то решение. И мы с вами остановились на продукте ДРУС. Это некоторое расширение алгоритма РИТЭ с использованием еще объектно-ориентированного программирования, который позволяет сравнивать и искать шаблоны в фактах с использованием еще объектно-ориентированного подхода. То есть когда у вас, может быть, еще некоторая иерархия выстраивается у фактов. То есть вы описываете правила, можете описывать правила для базового класса и, соответственно, для всех производных сущностей от этого класса тоже это правило будет применимо. То есть это такая одна особенность ДРУС, система ДРУС. Ну и второе еще, чем она интересна, тем, что она, как правило, находит свое применение в современных пакетах. То есть Red Hat, Oracle, они очень активно базируются на Apache ДРУС, используют их в своих продуктах. Это тоже достаточно важная особенность, потому что никто не хочет инвестировать свои деньги в продукты, которые никто не поддерживает, никто им не занимается. Вот в этом плане ДРУС, он находится на границе коммерческих систем. Если Clips, он другое ответвление, РИТЭ, он больше соответствует некоторым таким научным исследованиям. Там, про ОООК, которым мы тоже сегодня посмотрим, больше таким к научным исследованиям относится. Вот то ДРУС, это, как правило, та система, которая интегрируется уже в какие-то корпоративные приложения, не только в корпоративные, но чаще всего туда, потому что именно там сейчас довольно много бизнес-логики, довольно много автоматизации, принятия решений, довольно простой способ встраивания информации, то есть получения информации, выдачу действий. Но сейчас активно переразвивается интернет вещей, где тоже активно пытаются использовать различные примеры. Ну и сегодня просто глянем кратко на пример ДРУС, то есть система на базе ДРУС, что она вообще из себя представляет, уже прям детально в виде программы. То есть для примера мы будем рассматривать такую простую задачку. она достаточно абстрактная, то есть у вас есть некоторый ориентированный граф с набором вершин и связи между ними, где показано там, из какой вершины в какую можно перейти. И будем такую решать задачку простую, где у вас описаны отдельные переходы, а вам нужно ответить на вопрос, чтобы ваша интеллектуальная система отвечала на вопрос, а можно ли, например, из узла А1 перейти в узел А6, или там из узла А1 перейти в узел А8. То есть здесь всего там 8 таких элементов, если их там будет 800 таких элементов, то уже человек, наверное, будет сложноват с такой задачей справиться, то есть проследить все возможные пути и отвечать на вопросы входящих запросов. Соответственно, на примере такой простой задачи мы посмотрим, как вообще система протекционных правил может работать, как она может выглядеть, в частности, вот на базе этого фреймворка Drows. Основная идея здесь стоит в том, что исходное описание вашей предметной области, ваши факты исходные, да, это соединение отдельных элементов, кто с кем соединен. Вот, а задача алгоритма логического вывода будет состоять в том, чтобы, исходя из этих фактов, сгенерировать все возможные маршруты, откуда-куда можно перемещаться. Вот, то есть тут такая классическая задачка на поиск связей между сущностями. То есть сейчас очень популярное такое направление, там называется семантические сети. То есть когда у вас эти сущности, они там не просто 1, 2, 3, а, например, там в социальной сети, там 1 дружится 2, а 2 дружится 3, а 3 дружится 4 и так далее. То есть некоторые отношения между сущностями. То есть вершина – это сущность, стрелка – это отношения между ними. Соответственно, там не только в социальных сетях, где угодно можно это найти, там и в банковской среде, и там в криминальной среде, где угодно. То есть в целом такая идея по поиску зависимости между сущностями, которые описываются в виде графа, является совершенно стандартной задачкой для интеллектуальных систем, но вообще в принципе для интеллектуального вывода. То есть таким образом вы, получается, пытаетесь интеллектуальную работу выполнить, проследив связи между сущностями. Соответственно, как вот на базе продукционных систем, это может быть материализовано, то есть вам нужно описать правило, которое позволит вам сравнивать сущности или наборы сущностей между собой для того, чтобы искать некоторые компоненты. То есть у вас есть конструктор, ну, некоторые кубики отдельные, которые вы описываете вот эти вот связи между элементами. И вам нужно теперь из этих кубиков попытаться получить некоторое более общее знание, то есть зная, что А1 соединено с А2 и А2 соединено с А3, то есть у вас есть факты А1, А2, А2, А3, попытаться вывести факты А1, А3 за счет того, что у вас в обоих вот этих связях есть общий элемент. Вот в этом смысл основного вот этого простого примера показать вот такое правило, которое позволяет на множестве исходных данных, то есть связи отдельных элементов, она продуцирует новые связи. То есть в данном случае там А1, А3. Вот. И она применяет такой подход ко всем данным, которые у нее есть. То есть тут их всего 8 элементов, если будет 800, то она по всем 800 попытается тоже выполнить эту задачу. Вот такой простой пример, на котором посмотрим, как вообще система DROUS и в более общем случае система правил может быть реализована. Вот. Ну, как в любой системе, тут есть части, связанные чисто с разработкой, да, то есть настройка окружения, тут все достаточно стандартно. То есть DROUS – это система, построена на базе Java, соответственно, для нее нужна определенная среда разработки. В данном случае у вас должно быть специальный JDK, Development Kit для создания джаловских приложений и система сборки приложений. Также там определенная накладывается структура директорий в вашем проекте, который тоже необходимо создать. И инструкция по сборке, детально на ней не будем останавливаться, потому что она достаточно стандартна для Java. Здесь, как правило, вы просто указываете список зависимостей, которые вам необходимы для решения вашей задачи. Java – это не только для экспертных систем, для чего угодно. Но нас конкретно интересует DROUS-система, то есть у нее там есть несколько компонент, которые мы должны подключать. Это интерпретатор языка DROUS для описания правил. Это некоторая корневая библиотека, которая обеспечивает, ну, по сути, предоставляет некоторый набор классов для работы с подсистемой логического вывода. И это компилятор, который позволяет из этого парсера, из некоторого описания ваших правил сформировать Java-код, который затем будет выполняться в вашей системе. Вот также там нужны более общие библиотеки. Key Knowledge is Everything – тоже некоторый фреймворк, который в себя включает DROUS и помогает вам реализовывать, например, базу правил, реализовывать работу с правилами. То есть это некоторые тоже вспомогательные инструменты. Есть также общие настройщики, которые позволяют все эти компоненты связать между собой. Ну и в целом чисто Java-библиотечки, которые позволяют вам собрать приложение. То есть это просто стандартные вещи для сборки Java-приложения, описать инструкцию, как собирать программу из компонента. Непосредственно то, что относится к системе, которую мы разрабатываем, это опять-таки состоит в нескольких частей. Первый из них – это описание сущностей. В данном случае у нас будет одна единственная сущность – это путь, из какой точки в какую можно пройти. То есть мы с помощью одной сущности будем описывать всю нашу предметную область. Любая сущность Druze – это некоторый класс на языке Java. Соответственно, у него есть поля, у него есть какие-то методы, которые вы можете вызывать. И, соответственно, инструкция по тому, как такой объект создавать, то есть конструктор. Ну, у вас, скорее всего, был курс как минимум по C++, поэтому что такое класс, что такое конструктор, что такое метод, что такое элемент, скорее всего, вы знаете. То есть тут для вас ничего нового нет. Соответственно, описав такой класс, вы объясняете системе, что из себя будет представлять конкретные факты у вашей предметной области. И с помощью этих же объектов вы будете обмениваться информацией с системой вывода логического. То есть формулировать базу фактов и, соответственно, результаты тоже запрашивать из подобных сущностей. В нашем случае сущность будет только одна – это путь. То есть если бы мы строили какую-то более сложную систему, где, например, были бы факты связаны с какими-то действиями, то естественно, что под каждое действие мы бы еще создавали свои собственные классы, которые потом использовали для определения того, что же нам нужно дальше делать после логического вывода. Значит, следующим компонентом системы является само приложение. Здесь оно очень простое. Значит, оно просто загружает базу правил, которая формируется в отдельном файлике. Мы еще о нем поговорим отдельно. И, соответственно, формирует базу фактов. То есть оно создает экземпляры объекта, экземпляры фактов, которые мы только что описали в виде класса. И, соответственно, мы здесь вот описываем восемь наших ребер, которые там в исходной задачке были прописаны, которые просто списком, да, их перечисляем, каждый отдельный элементарный путь и загружаем их внутрь нашей системы логического вывода. Система стоит из нескольких частей. Это, во-первых, контейнер, который содержит в себе правила, правила загружаемые из вот этого файла. Значит, это сессия. То есть у вас есть база правил, да, и для базы правил можно запускать несколько сессий. И в каждой сессии есть рабочая область, где вы можете, соответственно, загружать, куда вы можете, некоторые факты и запускать процедуру логического вывода. Смысл примерно тот же, да, что у вас есть некоторая продукционная система, то есть правила, продукционная система, это ваш контейнер, и есть рабочая память, которая ассоциирована с сессией, куда вы можете загружать факты. Вот объединяете две части, вы получаете некоторую систему логического вывода. Вот, ну, в данном случае это все достаточно просто выглядит, буквально в пять строчек, да, вы загрузили базу правил, создали контейнер из нее, значит, сделали новую сессию для работы, то есть, по сути, создали новую рабочую память. Дальше ставили в эту память набор фактов в соответствии с теми классами, сущностями, которые вы разработали. И дальше, что можно с этим сделать, да, можно вызвать все правила, чтобы вот на тех фактах, которые вы внутрь занесли, вы, соответственно, можете сказать, запустить все правила, которые есть в системе, и дальше, например, сделать запрос в систему, чтобы получить какой-то результат. Вот, ну, то есть, есть сущности уже внутри вашей интервентальной системы, да, то есть, это список правил, которые мы сейчас ниже посмотрим, и есть запросы к вашей системе, да, к вашей базе знаний, которые после выполнения правила могут пополниться новыми фактами. В данном случае мы делаем простой запрос, да, проверить путь между А1 и А6. То есть, у нас изначально не было такого пути прописано, но за счет тех правил, которые мы тут так концептуально сформулировали, да, что мы будем объединять отдельные элементы через подобное простое сравнение. С помощью вот таких вот двух простых процедур, да, запуска, создание фактов, загрузки их в рабочую память, запуска всех правил, и потом запроса результата, мы можем, соответственно, сформулировать такой некоторый один цикл работы системы. Вот, ну, в реальной системе, конечно, все это делается чуть сложнее, там, мы с вами в прошлый раз обсуждали фреймворк Кагита, который позволяет вам подобную систему обернуть в виде некоторого веб-сервиса, куда, соответственно, вы можете факты загружать через некоторый URL-запрос, по сути, там, в браузере или через какую-нибудь программку вроде с URL отправить туда список фактов. Вот, также получить ответ либо сразу, либо, например, отдельные, через отдельные инпоинты, отдельные адреса обращаться к некоторым запросам, которые там в друс имеют текстовое название. Вот, то есть в целом разница там будет не сильно большой, там будет своя определенная химия по тому, как устроено приложение, то есть там уже не будет такого центрального класса, который описывает программу с функцией main. Там, как правило, будут описываться только отдельные точки доступа к вашему приложению, но смысл будет примерно тот же самый, то есть вы будете вставлять список фактов в вашу систему и затем через запросы получать результат. То есть анализировать результатирующую рабочую память, которая у вас формируется, во-первых, в начале, во-вторых, в результате выполнения правила у вас она тоже будет пополняться. Соответственно, выполняя такие запросы, вы можете понять, о каком уже логическом выводу пришла система. Для нашего примера правило будет очень простое. Это объединение нескольких двух путей, если они имеют общий элемент. То есть у вас у каждого пути есть начало и конец. Соответственно, для того, чтобы нам найти некоторый транзитивный переход через общий узел, у нас должно быть два пути. Первый мы берем любой, и нам нужно найти второй путь, у которого точка начала пути соответствует конечной точке первого пути. В этом случае мы найдем два пути, которые связаны через одну точку между собой. Это позволит нам создать новый путь, который начинается в начале первого пути и заканчивается в конце второго пути. Но при этом нам нужно еще проверить, что до сих пор мы такого же пути еще не добавляли, что его еще нет. То есть это некоторые новые знания. Таким образом, у нас достаточно простое правило, что мы должны иметь некоторый путь, первый, потом найти второй путь, который начинается в конце первого. И при этом не должно быть уже в рабочей памяти пути, который бы начинался в первом и заканчивался во втором пути. Такое простое правило позволяет нам объединять вот такие элементы в некоторую общую сущность. Вот это такой общий паттерн того, как вообще можно строить систему логического вывода. То есть понятно, что кроме пути здесь могут быть вообще разные сущности, например, быть. То есть вы можете, например, сравнивать человека и фрукты, какие фрукты он любит. То есть искать соответствие, например, сможет ли человек в корзине с фруктами найти то, что ему интересно. То есть так или иначе, основная идея всех этих систем в том, что вы на множестве сущностей можете строить правила поиска паттернов. И если паттерны срабатывают, то выполнять некоторые действия. Здесь вот достаточно просто все показано, что мы находим два пути, задаем условия того, какие именно два пути мы хотим найти. И на основе двух этих сущностей мы формируем третью сущность, новую, которая строится на основе данных из первых двух сущностей. Ну, в частности, у нас там были в пути поля from и поля to. Соответственно, в друз вы можете назначать каждой сущности, которую вы нашли в паттерне, назначать некоторую переменную и потом использовать эту переменную либо для того, чтобы дополнительные какие-то условия задавать, как здесь, что нам нужно найти дополнительный путь, дополнительную сущность, которая связана с первой сущностью. Для этого мы вот приравниваем поле первой сущности к полю первой сущности. Вот. И также мы можем, например, использовать те же самые переменные from to для того, чтобы либо какую-то печать выводить, какие-то рассуждения, чтобы понять, как происходит рассуждение, либо просто вставлять новые факты в нашу рабочую область для того, чтобы их потом использовать, например, для последующего логического вывода. Вот. Ну, также кроме вставки есть еще удаление фактов, то есть можно что-то подчищать, есть модификация фактов, то есть можно какие-то изменить поля, например. То есть так или иначе, там есть целый инструментарий. Вот. Кроме того, здесь можно вызывать любой код на языке Java, то есть вот та же функция print, да, это функция print из нашего пакета, который мы разработали чуть выше. То есть вот он здесь есть, здесь есть функция print, которая просто печатает в консоль некоторую информацию, которую мы ей передали. То есть сюда можно экспортировать, импортировать любую функцию из Java. Здесь какую-то логику уже реализовывать прямо на языке Java, если это необходимо. Вот. Ну, это один способ использования, да. Второй способ использования, это подготовить сразу же некоторые запросы к рабочей области. Ну, в данном случае запрос, который проверяет наличие пути по меткам начала, меткам окончания. Соответственно, тоже она формулируется в виде, так же как правило, то есть правило есть, вот левая часть, да, условия, есть действия. Вот запросов, в них действий уже нет, они просто выполняют некоторый запрос и возвращают результат. То есть это, по сути, запрос к вашей рабочей области, именованный. Тут все то же самое, те же самые правила, да, то есть можно назначить какую-то переменную, результат, да, чтобы вернуть его обратно. вот, и описать, что, собственно, вы хотите получить. То есть вам в качестве параметров приходит начальная метка, конечная метка, значит, и по результатам вы можете ответить на вопрос, есть ли такой путь или нет. Если он есть, то в результат будут записаны списки конкретных путей. Если нет, то он просто скажет, что ничего нет. Скажет, что результат равен, то есть не найдено ни одного факта с такими параметрами. Это то, что касается простых правил, которые мы будем использовать. Тем не менее, они достаточно мощные, мощный инструмент. То есть здесь, помимо конкретных классов, которые мы здесь прописали, мы могли бы, например, от пути унаследовать еще какой-то элемент, там, переключатель, который может менять свое положение. Вот, и использовать правила, например, для путей, при этом понимая, что в том числе и производные классы тоже будут под эти же правила подходить. Вот, мы, например, могли бы написать правила, которые были бы более специфичные под конкретный класс. То есть мы унаследовались от пути паз и сделали какой-то отдельный, там, например, переключатель, да, то мы могли бы написать правила только для переключателей, не затрагивая все остальные факты, связанные с паз. То есть определенный элемент тут объектно-ориентированного программирования тоже позволяет вам добавить некоторую гибкость в систему. Вот, кроме того, в DROOS есть огромное количество различных квантификаторов. То есть можно, например, строить не только паттерны, связанные с наличием конкретного пути, да, можно строить, например, такие квантификаторы, как, например, все. То есть, например, мы можем сказать, что все пути должны начинаться там с какой-то точки. То есть есть специальный модификатор, который скажет, all, там for all как-то называется, да, что не просто путь, а для всех путей. Там есть квантификатор отрицания, вот как здесь, да, написано, что не должно быть пути, у которого начало, в начале первого и конец, в конце второго, то есть чтобы не было дубликатов. Вот, есть другие модификаторы, то есть в целом, если вам предстоит когда-нибудь с этим столкнуться, да, по документации вы там увидите, что на самом деле возможностей гораздо больше, чем здесь представлено, вот, но идея будет та же самая, то есть вы описываете с помощью некоторых предикатов, с помощью некоторых шаблонов, как вот здесь, вы описываете, что вы хотите видеть по входе, все входы вы можете поместить. Так, алёв, вот, так, что-то у нас говорит, перестал. Соответственно, вы можете использовать эти квантификаторы для того, чтобы усложнить ваши условия в зависимости от того, какую задачу вы решаете. Вот, кроме того, там есть еще группировки, то есть можно, например, в условия включать некоторую агрегированную информацию по целому набору фактов. Например, вы хотите ответить на вопрос, есть ли какие-то факты, как бы, сколько, например, вот таких фактов есть, если их меньше какого-то числа, то, например, мы будем добавлять, если нет, то мы логику начинаем менять. То есть, так или иначе, здесь можно достаточно сложные условия формулировать и применять потом это правило для всего множества ваших объектов. Кроме того, там есть группы правил, то есть можно активировать не все правила сразу, вот мы тут все правила сразу активировали, вот, на самом деле, можно активировать отдельные группы. И в рамках одной группы, например, можно поставить требование, что только одно правило работает, либо выстроить, например, приоритетов, в какой последовательности они будут работать. То есть достаточно гибкая система, которая позволяет вам создавать такие вот сложные системы по принятию решений. Вот, ну наша система достаточно простая, у нас всего одно правило, один запрос. И мы, соответственно, эти правила запустили и дальше сделали запрос проверить, вот нашла ли система путь от точки А1 до точки А6. Вот, ну на самом деле просто мы ее запускаем, да, тут много-много будет всякого вывода служебного в Java. Ну где-то вот здесь мы начнем работать, соответственно, активация правил, это мы, по сути, запустили систему, да, то есть отмечено, да, где вот, где мы, собственно, непосредственно запускаем наши правила. И также мы там пометили, в какой момент времени мы начинаем у системы спрашивать, что произошло. Соответственно, после там всяких сложных загрузок мы запускаем эти правила, да, и вот система пошла работать. То есть она берет факты, специально я распечатал, да, что вот есть такой факт из А3 в А7, из А7 в А8, да, и система увидела, что А3 и А8 является некоторым обобщением вот этих двух фактов. Вот она так по всем фактам проходится, тут порядок не совсем так, потому что устроена немножко по-другому, то есть там сначала формируется список всех правил, которые могут сработать, и после этого они по очереди начинают срабатывать. Вот, то есть тут порядок выполнения, он не всегда соответствует тому, как в реальности она должна, ну как мы ожидаем, да, что это будет работать, потому что здесь не настроены приоритеты, здесь не настроены группы, поэтому она, по сути, ну в таком рандомном порядке работает, но тем не менее мы можем увидеть, что, например, тот путь, который нам интересен, да, из А1 в А6, который мы вот здесь отрисовали, да, она, в принципе, нашла его. То есть она смогла построить путь от А1 в А6 путем объединения отдельных элементов. Соответственно, это, по сути, получается результат ее работы, да, вот она создавала новых фактов, которых у нас изначально не было, и которые дальше можно использовать через запросы для того, чтобы понять, из какого узла, в какой узел можно пройти, то есть кто с кем связан. Вот, соответственно, дальше мы задавали вопрос в системе, буквально написав название этого запроса, CheckPass. Вот здесь мы его назвали, CheckPass, да, передали ему два параметра, из какой метки в какую нужно перейти, 1 в А6, и ожидаем получить некоторый ответ. Соответственно, система тоже ответ нам этот формирует, отвечая на вопрос, что да, один такой факт есть, и, соответственно, вот он здесь представлен. Вот, в принципе, и все по поводу системы простейшей, да, то есть в целом ничего сложного здесь нет. Самое сложное начинается вот здесь, когда вам нужно под вашу конкретную задачу описать список правил. Здесь все одно правило, там, в реальных системах, там, сотни этих правил. Они между собой как-то могут конфликтовать, там, нужно определять приоритеты, разбивать их на группы, вот, но с точки зрения именно устройства программы может добавляться только некоторые интерфейсы, то есть, например, в прайморке Кагита у вас вход может получаться там либо через веб-запрос HTTP, либо через, там, подключаться Kafka, например. Это система сообщений, которая позволяет вам из разных источников собирать данные, и потом эти данные использовать как факты для того, чтобы применять эти правила. Вот, и, соответственно, выдавать тоже результаты, там, либо в виде как веб-запроса, в виде в базу данных складывать, либо тоже куда-то отправлять какую-нибудь Kafka, там, на дальнейшую обработку. Вот, но в целом идея будет вот та же самая, то есть, вы описываете правила примерно в таком виде и получаете на выходе какую-то, своего рода, интеллектуальную систему, которая начинает из фактов создавать новые факты и, таким образом, позволяет вам потом, обращаясь к базе фактов, получать ответ на вопросы, которые вы хотите получить в результате обработки. Значит, наверное, про друз мы пока больше ничего не будем говорить. Значит, я вам скину пример этот. Можно считать, что это некоторое такое практическое занятие. Все, вы можете с ним самостоятельно поиграться. Если какие-то вопросы возникнут, мы сможем с вами отдельно это поговорить, поковыряться, если будет желание. Вот, значит, на экзамене будут, наверное, простые задачки, ну, наподобие такой, да, что у вас дан некоторые, некоторое описание задачи и нужно подготовить наборы правил, в том числе, например, на языке друг. Вот, ну, мы с вами сейчас еще посмотрим второй язык, это пролог, там он более простой. Возможно, на экзамене мы ограничиваемся прологом, не будем погружаться вот в такие вот сложные правила. Так, сейчас давайте перерыв сделаем и через 5 минут вторую часть тогда посмотрим.